Белый хвостик. Я его увидел ненароком. Иду однажды по лесу, собираю грибы. Почти на опушку выбрался, между деревьев небо завиднелось. Вдруг впереди на сосне белое пятнышко, как платочек. Шмык, шмык вверх по стволу. И пропало. Я и внимания не обратил. Не до того. Что? Заядлое дело. Грибы собрать. Идешь, взглядом понизу шаришь. И только и ждешь, где бы красная или коричневая шляпка открылась. Ничего не замечаешь, кроме грибов. Но белое пятнышко вновь мне повстречалось. Уже на опушке. Там стоят елочки-подростки. И вот на одной из них опять шмык, шмык. Белое на темно-зеленом-то далеко видать. В глаза бьет. Невольно заметишь. Хоть и не сразу. А я разглядел. Оказалось, что бельчонок. Но почему-то с белым хвостиком. Тут уж я заинтересовался. Таких белок вроде и не бывает. Чудно что-то. Корзину под куст. И пошел к елочкам. Не удирает бельчонок. Лишь за ствол схоронился. С одной стороны выглядывает из-за елки кончик белого хвоста. С другой. Два ушка. Нос. Глазки. Как мокрые чернинчины. Глазки смотрят с любопытством. Ты кто? Чего тебе надо? Боком. Боком пошел я вокруг елки. Шею вытягиваю. Хочется увидеть всего бельчонка. Целиком. Вымазан у него хвост, что ли? Или вправду белый? Я делаю круг. И бельчонок вокруг ствола оборачивается. Там, с той стороны, перебирает лапками. И по-прежнему видны только хвостик и глазки. Глазки поблескивают. Наверное, нравится бельчонку такая игра. Ах, ты! Я бегом через куст, через яму. А тут столбик межевой. В землю вкопан. Зацепился ногой за него. Да, кубарем. Приподнялся. Сел. Штанина разорвана. На ноге ссадина. И смешно. И зло берет. А из-за елки-то опять глазки поблескивают. Хе-хе. Смеются. Что? Словил? Вдалеке что-то зашумело. Я сгоряча не разобрался. Подумал, что это в голове у меня. Оттого что-то стукнулся. Но шум сильнее, ближе. Перешел в рокот. Да басовитый такой. В ушах теснит. Самолет. Низко плывет над полем. И сюда, к лесу. Чуть ее макушки сосен не задел. С грохотом пронесся. Резанул широкой тенью. Даже показалось, горячим ветром пахнул. Мой бельчонок, сколько на эту сторону. Чуть не сорвался. Принек стволу. Вжался в него. И головой, и тельцем, и хвостом. Меленько так дрожит. Испугался, видно. До смерти. Меня как дернуло. Вот же он. Близко. Хватай. Я была палку в руках. Я взмахнул. Жик. Уже когда вырвалась палка из руки, сообразил зачем. Не надо. Качнулся за ней вслед. Удержать. Отвести. Но поздно. Бельчонок лежит под елкой на мху. По тельцу пробежала судорога. Белый хвостик дернулся. Раз. Другой. И сник. Подскочил я. Рука трясется. Сую ее под бельчонка. А он откатывается. Легонький. А сверху в горсть взять страшно. Потом поднял его на ладонь. В мордочку дую. Словно он от моего дыхания очнуться может. А у него уже рот приоткрылся. И глаза заволоклись пеленой. Положил я его обратно на землю. На руке белая полоса осталась от хвоста. Хвостик-то просто запачкан. Не то мелом. Не то известкой. Неподалеку пионеры лагеря строят. Наверное, бельчонок там побывал. Храбрый был. Ведь я ушел домой. Даже забыв корзину с грибами. И после не стал ее искать. Как представлю себе, что увижу и этот столбик межевой. И елку. И может бельчонка. Так в горле комок. Долго все это не забывалось. Да и теперь еще памятно. Прежде ходил на охоту. Никогда не задумывался. Стрелять или не стрелять. Увижу, что кто-то бежит. Ружье само в плечо ткнется. Пальцы крючок давнут. Трах! А после уж разглядываю. Что же за добыча? Теперь не то. Скинешь ружье. А рука и дрогнет. Не белый ли хвостик? И опомни все.